Эбигейл, последний ужасный фильм, Radio Silence, заканчивается многочисленными смертями и кровью. В нем изображена история маленькой балерины, скрывающей чудовищную маску под маской. В этом видео мы объясняем концовку Эбигейл и отвечаем на другие путаницы из фильма. Если вы новичок на нашем канале, нажмите кнопку подписки. Конец объяснен, в Эбигейл остаются последние, Джоуи и Фрэнк. Внезапно Ламберт оказывается вампиром, обращенным Эбигейл два года назад после работы с Фрэнком. Он хочет, чтобы Фрэнк убил Эбигейл и ее отца, но Фрэнк решает убить Ламберта. Когда остались только Фрэнк и Джоуи, Эбигейл вначале борется против обоих. Джоуи пытается остановить Фрэнка, который пронзает ее копьем, прежде чем снова напасть на Эбигейл. Джоуи удается освободиться от копья, и Эбигейл делает ей предложение. Если Джоуи поможет ей убить Фрэнка, она отпустит ее. Джоуи согласна, Фрэнк кусает, но она уклоняется от его влияния. Оно еще не действует. Она спасает Эбигейл, уничтожают Фрэнка. Кристоф Лазар появляется, но делает выбор в пользу Джоуи. Почему Эбигейл пощадила Джоуи? Ущерб был минимизирован благодаря сделке Эбигейл и Джоуи. В финале Джоуи спасает Эбигейл, проявляя сострадание к ней. Эбигейл видит попытки Джоуи отдать долг ее сыну. Беспощадное действие оставит Колеба без матери. Эбигейл и так расстроена от того, что бросил ее отец, и не хочет, чтобы другой ребенок испытывал тот же боль. Став вампиром, Джоуи мог завалить Фрэнка и Эбигейл, но помогла последней, показывая благонамеренность. Финальный поворот Фрэнка. Он становится злодеем в Эбигейл. Фрэнк, не став союзником Ламберта, хотел убить Эбигейл, став главным вампиром. Без Эбигейла Фрэнк, возможно, считал, что сможет убить Кристофа Лазара без особого труда. Превращение Джоуи в вампира означало, что у Фрэнка будет союзник, которым он, как думал, сможет управлять. В конце концов, его месть Эбигейл не удалась, однако, становясь вампиром, он получил надежду на успешную месть. Объяснение сюжетного поворота с похищением Эбигейл. Позволив похитителям подумать, что боится их, Эбигейл открыла, что она замышляла притвориться их жертвой. Эбигейл хотела убить всех вампиров в отместку, за то, что они работали против ее отца, хотя она знала, что это часто происходит случайно. В своей жажде отомстить, Эбигейл хотела поймать и убить крысиную стаю, чтобы привлечь внимание отца. Она верила, что если убьет достаточно врагов, он вернется и перестанет игнорировать ее. Эбигейл скучала и любила дразнить жертв перед их убийством из-за свободного времени. Настоящие личности крысиной стаи, которую Эбигейл собрала из-за их связи с Кристофом Лазаром. Кроме Дина и Риклза, открываются истории остальных. Настоящее имя Джоуи – Анна Люсия Круз, фельдшер, зависимая от Морфия, разрушившая карьеру. Оставив сына Калеба, она стала подпольным врачом, пока не ранила человека, близкого к Лазару под Гашишем. Фрэнк – это Адам Барнетт. Детектив, работавший под прикрытием, арестовывал лейтенантов Лазара. Но Эбигейл убила их. Риклз – Терренс Лакруа, член банды в Монреале, украл у дочерней компании Лазара. Есть Сэмми – хакер, в итоге укравший у другой дочерней Лазара. Так что не случайно, что они все вместе взяли Эбигейл в заложники. Мы рассмотрим персонажа Мэтью Гуда и возможность продолжения фильма в следующем видео. Подпишитесь на наш канал и отпишитесь в комментариях.